открыть двадцать второй год сезона эндуро а ты мне так сильно переднее колесо спустил штанов на ободах у меня вот такая вот fpv пушечка да я ссу не ссу да ну тебя ж баню народ всем привет с вами Octopus Moto мы выбрались в этот прекрасный солнечный день покататься открыть двадцать второй год сезона эндуро открыли мы его чуть пораньше уже без шипов потому что плюс один и как бы мы решили выбраться и погонять пока еще и снег а на чем гоняйтесь то брат на чем сидишь я на италии а ты на чем брат а я на двух китайцах авантис сила вообще мы сюда ехали и честно погода была охрененно плохая было пасмурно и мы даже не думали что у нас получится покататься даже не так было холодно и мы не хотели кататься а еще ребята у нас есть вот такая вот fpv пушечка так что в наших теперь роликах будут кадры с этого малыша поэтому всем приятного просмотра мы начинаем давно ты не выкатывала да ух какая хорошая не помню когда я наливал его все заправили бак творится загорится короче я расскажу в чем прикол я увидел в инстаграме чуваков которые катаются на какой-то крытой площадке нотариальных мотиков я написал одному из них типа чё за локация ну интересно скинь я тоже хочу в итоге мне скинули координаты и мы сейчас едем смотреть я там не был максим не был может там и делать особо нечего на полноразмерных мотоциклах но проехать как глянуть надо заодно и вам покажу это потянулся так потянулся мы доехали до локации выглядит она вот так вот со стороны какая-то тачка стоит здесь какая-то плитка ну для эндуро да здесь что-то не очень похоже что можно покататься что здесь тусовку можно прикольно встречать слеты нам мотиках на тачках вот следы от мотиков да тут что-то прыгали кто-то метрял овощи огонь вот песочек здесь туда-сюда погонят если мотоцикл будет 2 рать его грохот будет саша балуется ответ такой ты в общем нам не очень понравилась локация сашей но вообще она не понравилась потому что тут делать на больших мотиках особо не хрена там есть чуть-чуть песка бетонная стенка куда можно по запрыгивать ну и максимум не знаю на задние получится поездить для триала хорошая там много места не надо балансик стоит но для каких-то съемок да что-то тачки туда загнать мотики там собрать сходочку какую-то прикольно было бы крыша что-то за бородатый приехал хрен одноглазый здорово лёха там реально грустненько я сейчас узнаю насчет еще две локейши она по пути по этому шоссе возможно полчаса отсюда мне должны координат скинуть но это по-моему трасска дорогого нет не-не-не там жестко жестко короче мы приехали на локацию жесткая жесткая локация чего прикольно же вы поехали бы на мультике на лед без шипов свою вы увидели это я испугался лёха если чем держу твою ног но вообще если мы знали то что здесь есть такой ровный огромный водоем замерзший то надо было сюда конечно переехать смотрите какая там вообще далеко далеко все видно мы бы здесь разогнались а я его еще настроил сейчас он работает офигительно надо было нам вместо наших эндуриков брать все-таки лёхин чё-то мы собрались поехать все думаю мы думаем на самом деле не знаю я не знаю что это такое если честно на улице так холодно и в машине так хорошо тепло что никуда не охота уже из этого каша мало получился все приехали в пол первого не в час мы собрались время 3 мы не можем и даже мальчик еще не вытащили но саня сказал иди в автобус одевай свои колени со штанами и иди кататься нам нужен контент и тепло будет уже выжил на самом-то деле нам удастся конечно чем мы сюда зря ехали где на самом деле это терпеть вообще не могу что зря про их приезжать куда-нибудь поэтому даже если будет хреново мы все равно это попробуем я не верю что короче лёха решил попробовать покататься на авантисе максима а сейчас я упаду сразу не нормально нормально все нормально кучку иди переодевайся какой-то выглядит немного по гей это он вот так рос ваше ощущение алексей я помню что эндуро это не мое походу мне сложно из-за травмы но я кстати уверен типа чувствую но из-за ноги я не понимаю как мне передачу переключать то есть я уверен и за рулем в плане контроля но я не уверен в том что ну надо передачу типа переключить на второе и не могу и в итоге не зря прям в это время вышло наше любимое благодарность солнце ты врешь саня выкатывал мотик потому что монако солнце а чё ты выкатываешь зачем ты же не хотел ну короче мы помяли немножечко фитички и решили что все-таки надо выкатиться погода какая классная катабельная как китаец завелся с пол-оборота девчонка алиэкспресс мы тебя люда сюда нельзя а чё там езжай а ты я нет ну да 355 человек сейчас увидит как вот и красиво да да а чё ты говоришь боже помощь но вверх с божьей помощь ну чё пробуем да я в этом не хочу до заезжать даже не ну еще и чуть и и меня то спрашивали пробую ничего не хочешь максим да я ссу не ссу я у самого экстрим свой здесь кажется в шлепках приехал блин все-таки кайфово на мотике я уже так забыл а ты мне так сильно переднее колесо спустил что она на ободах у меня ну и ричу на чё пацаны как вам слушай ну держак есть если вот ехать где был снегоход проезжал на топ ночи идеально но стоит чуть-чуть съехать в бок все сразу поступится в снегу он не едет ну короче все как обычно На скорости вот на такой резине почти спущены. На скорости болтает из стороны в сторону, толком не разогнаться. Это не поэтому тебя болтает. Итак, ребят, за время эксплуатации Avantis, 4 месяца, мне пришлось полностью его разобрать, весь мотоцикл смазать. Все подшипники оказались более-менее живые, ступичные, прогрессии. В общем, колеса в хорошем состоянии. В мотор я залезал, ставил сюда второй металлический диск в корзину сцепления. Точка. Точка. Точка, да. Я сделал для того, чтобы верхняя крышка сцепления и сами фрикционы сильнее прижимались, потому что у них был небольшой люфт. Но все владельцы Avantis об этом прекрасно знают. Второе. Я залез чуть дальше, снял полностью корзину сцепления. Там стоят шестеренки стартера. Они были не закручены, болты в них. Я их тоже вытащил, все продул, напихал туда фиксаторы резьбы и закрутил. Это обязательно сделать нужно, потому что они были действительно раскручены и мог вообще мотор я положить. Еще сальник помпы. Вы видели это в предыдущих сериях, то, что я менял. Из косяков, что было замечено, у меня отвалилось крепление глушителя почти сразу. Вот здесь оно стояло. В дальнейшем я, наверное, его приварю. Кто-то до меня на нем упал сильно. И погнулось немножко здесь ухо. Здесь видно, что треснута краска. Где? Вот здесь вот. Треснута краска. Видно, что ухо немножко криво стоит. В дальнейшем я исправлю этот косяк. Приварю туда новое ушко. Или выправлю это. Его как-то усилю. В общем, посмотрим. Так, небольшой бэкстейдж. Саня вон уже с FPV стоит. Саня, как ты там? Нормально? Слушай, да, да. У меня тут... О, здравствуйте. Здоровенько. Здорово. Блин, вы бы видели, чуваки, что тут происходит. Ребята, присаживайтесь поудобней. Готовьте там, что вы любите. Приятного просмотра. И погнали! Езжай, что стоишь-то? Ну ладно. Слушай, это одно из моих лучших хобби, честно. По красоте. Там супер быстро было. Ой, я что, в Максима не влетел. О, яички отрастил. Как все знаете, глушитель немножко смещен к центру. И при прыжках он цепляет колесо по крышку, то есть прямо вот по касательной, бьет его. Я поставил проставки туда, короче, простые. Увеличил болты. Проставочки, Леха, покажи, там проставки стоят. Они все разного размера, чтобы глушитель вот немножко стоял подальше от колеса. Хотя, как видите, вот ровно стоит. Ну, немножко, наверное, будет цеплять, но не так критично. Как оказалось, после покупки у меня не работает вентилятор. Он до сих пор не работает, но датчик охлаждения я уже купил. Так как сейчас не очень сильно жарко, я небольшие нагрузки ему даю. Поменяю его, когда уже станет теплее. Карп я отдавал Паше, Кейхен Лаб, который он настраивал. Иногда до сих пор, кстати, он ручка газа заедает у меня. Обороты не так жестко, но все равно держатся. Долго плавают, в общем. По другим нарицаниям, ну, мотик очень хорошо едет. Не всегда при заваливании мотоцикла, да, вот если он упадет у вас, его будет тяжело завести. Вот, смотрите. На передаче. Вот. Бывает, не заводится, короче. Сейчас вот завелся. Кстати, я отключил всю проводку. У меня из светотехники только замок зажигания. Больше здесь ничего нету, но куда-то утекает все равно энергия, поэтому надо не забывать выключать зажигание. Залез в клапана, настроил впуск 0,12 мм, по-моему, да, так говорить уже, голова просто не варит, а впуск 0,15. Клапана немножко звенят, я, наверное, чуть-чуть их уменьшу. До сих пор в группах авантиса идет спор, то ли 0,8 надо ставить, то ли 0,10 впуск-выпуск. Короче, непонятно, надо с этим планом экспериментировать. Что у меня там происходит, ребятки, вы вообще себе не представляете. Там настолько красиво, у меня же коленки трясутся. Очень круто. Меняем аккумулятор и продолжаем. У них трасса какая красивая. Я бы того чувака тоже поснимал, пошел бы. Сейчас, сейчас. Что, езжай на лед-то. Так все время свои б***ь на меня это. Почему ты не хочешь? Потому что там вода, и я вижу там воду, и там лед тает, и солнце греет. Монако. Так, ребят, рассказываю. У нас садится солнце, осталось минут 5 максимум до заката. Последние кадры снимаем, потому что мы заставили Максима ехать на лед. На льду вам не очень, наверное, видно, но вот такие вот пятнышки есть, типа темненькие, это уже вода. Опасный контент. Нееет! Стрёмно ему. Да а ну тебя в баню. Е*** твою мать. Е*** твою мать. Да, ему стрёмно. Жесть. Тут лёд. Дурак, не поеду я туда. Ты видел, да, что у него творилось там? Да, конечно, я всё это вообще видел. Ребят, это... Аж Акумыч сдвинулся. Вот это пушка. Вот это пушечка. Увидите кадры, там просто сок. Так они уже увидели, по сути, в монтаже это, да? Ну ладно. Если их Лёха не вырежет, поэтому все вопросы к Лёхе. Сань, что сейчас делаем? Снимем красивые кадры. Бестолковые, но очень красивые. Чтобы просто было красиво. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то Максимка куда-то уехал. Непонятно, зачем вообще. О, Лех, вырежу этот кадр, как я разворачиваю мотоцикл, потому что не хочу его закопать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я устал. Я устал. Все? Да. А ты устал? Замерз, немножко пить охота. Я съездил прям по путям снегохота, ездил прям по полю. А до леса доехал? Я не стал рисковать, потому что там негде развернуться, оно все вот такое что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь. Колокольчик, бубенчик, знаете, что делать. Обязательно подписывайтесь. Да, посмотрел, подпишись. Нам очень нужна не поддержка, а нужно развитие канала, потому что мы горим этой идеей. Нам очень нравится снимать видео. Нам нравится снимать для вас. Вы себе оцениваете Лехин монтаж. Леха очень вкусно делает, а мы стараемся делать какой-то контент. Немножко с постройкой мотика у нас все затянулось, но оно бывает. Оставайтесь с нами. Мы вас любим. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова